Здравствуйте! Снова я с вами. Надеюсь, что и вы со мной. Надеюсь, что вы смогли выдержать все предыдущее, переварить, осмыслить и способны к тому, чтобы продолжать дальше. Давайте продолжим. Что же в итоге сформировалось? То, что начиналось как группа еврейских учеников, еврейского раввина, еврейского мессии Ишо, то, что развивалась как еврейская вера, принесенная еврейскими учителями в нееврейский мир, в течение не очень длительного в исторической перспективе времени сформировалась в отдельную, совершенно нееврейскую, самостоятельную религию, чуждую всему еврейскому и довольно агрессивно ко всему еврейскому настроенную. Христиане, читая тексты Евангелий, читают их как враждебные евреям и иудаизму. Да даже на самом деле и тексты Ветхого Завета, и тексты еврейских писаний христиане умудряются читать как враждебные евреям и иудаизму. Они воспринимают содержащиеся в Евангелии споры между евреями, как споры между христианами и ничего не понимающими евреями. Христиане воспринимают обвинение пророков и Моисея не как обвинение одних евреев другими внутри общины народа Израиля, но как обвинение осуждения Богом всего народа Израиля. Собственно, и евреев как неверующих и враждебных всему духовному, как народ. Происходит, конечно, и смена некоторых смыслов. Ну, например, у евреев есть такое понятие, как кедуш, благословение хлеба и вина, которым сопровождается не только пасхальная трапеза, то есть не только седр-песах произносится благословение на хлеб и вино, но на самом деле каждая трапеза с хлебом и вином, и особенно субботняя трапеза. Собственно, это и было в ранней общине Ишо тем, что принято называть хлебопреломлением, поскольку всякий раз, когда верующий в то, что Ишо, Мессия и еврей благословлял хлеб и вино, он по повелению Мессии должен был воспринимать это как то, что направляет его к жертве Мессии и размышлять об этом в кругу близких. На субботнюю трапезу обычно собирается семья, как правило, на нее приглашают гостей, очень часто бедняков, то есть на самом деле таким образом вот этот субботний кедуш в мессианское раннее общение и был таким хлебопреломлением с возвещением смерти и воскресения Мессии. Но в христианстве это превратилось на самом деле в отдельное служение, в таинство причастия, которое могут совершать только специально отделенные для этого священнослужители, которые объявлены священниками, то есть совершенно новый смысл у этого действия появился. Твила, то что погружение, ритуальное погружение евреев в воды миквы, то есть в ритуальный водоем или в естественный водоем, для того чтобы получить ритуальное очищение евреи совершают погружение, твилу. В христианстве это называется крещение, и чего я только не слышал от христиан про крещение, например, один христианский пастор с докторской степенью объяснял мне, что в шестой главе евреям говорится о крещениях во множественном числе, потому что речь идет о крещении водой, огнем и духом святым. На самом деле в жизни любого религиозного еврея погружений множество, поскольку еврей по множеству разных поводов должен совершать это очищение. Сейчас с этим немножко иная ситуация, чем в эпоху, когда существовал храм, а именно в это время были написаны практически все тексты Нового Завета. То есть на самом деле еврей, когда он погружается в воду, он получает очищение. В христианстве, на русском языке это стало называться крещением, то есть вообще непонятно, произошел смысловой разрыв между установленным Богом в Ветхом Завете, ритуальным очищением через погружение в воду и христианским крещением. В христианстве крещение это инициация, то есть не просто очищение, а человек, погружаясь в воду крещения или окропляемый водами крещения по-другому, становится христианином, то есть присоединяется к христианской церкви. Внимание, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Еврей, который уверовал в Иисуса, в Иешуа, как Мессию, погружается во имя его в воды Миквы и не переходит при этом ни в какую другую религию, он получает очищение своих грехов. Но если еврей принимает христианское крещение, он покидает иудаизм и переходит в другую религию, христианство. Извините, не Иисус, не вся его община его учеников, не вся еврейская ранее община его последователей никуда из иудаизма никогда не переходила и никакому христианству не присоединялась. Погружаясь, то есть совершая отвелу, эти религиозные благочестивые евреи оставались евреями и иудеями. Но если я, как еврей, совершаю крещение, я перестаю быть евреем, я перестаю быть иудеем и остановлюсь христианином. Это очень серьезные изменения смысла этого действия. И теология отмены закона, о которой мы говорили выше, хотя мы показали, что закон для евреев на самом деле нигде и никогда не был отменен, это абсолютно надуманная идея, хотя я признаю, что любая надуманная идея, когда она становится общепринятой, ее надуманность не так очевидна. В сочетании с изменением, теперь внимание, представьте себе, еврей, которому предлагают поверить в Иисуса Христа и говорят, что ему нужно креститься и таким образом присоединиться к христианству, которое дает ему новую ситуацию. Он больше не еврей, не принадлежит больше в рамках теологии отцов к проклятому ветхому Израилю, присоединяется к новому духовному Израилю, избавляется от проклятия, наложенного на народ Израиля, и больше, соответственно, не должен ничего соблюдать, потому что это все имело отношение только к ветхому Израилю, который, собственно, проклят за богоубийство. Это называется теология замещения. Народ Израиля объявляется отверженным Богом, вопреки, на самом деле, всем текстам, как Танаха, так и Нового Завета. Ну и, на самом деле, народ Израиля в христианстве, конечно, воспринимается как недуховный и неверующий. На самом деле, это огромная трагедия, подобное восприятие. Я хочу, чтобы мы правильно поняли, несмотря на то, что евреи не признают Иешуа, ну, опять же, не все, да, и во времена апостолов, и сейчас есть евреи, которые считают Иешуа мессией, но я вот о чем, даже те евреи, которые не признают Иешуа мессией, они ревностно, я не говорю все, ну, так и христиане, не все, ревностно и с любовью служат Господу, Богу, Творцу неба и земли, стараясь угодить Ему, соблюдая данные им заповеди. Ситуация усложняется тем, о чем мы говорили выше. А сегодняшние евреи, то есть, начиная уже там с второй половины первого века, евреи уже не знали Иисуса, вот этого еврейского учителя, который был частью народа Израиля, который по своему образу жизни и по своим взглядам был, на самом деле, ортодоксальным евреем. Они спорили с ним о чем-то, соглашались, не соглашались, кто-то признавал его мессией, кто-то не признавал. Но в конце первого века ситуация изменилась, никто не мог уже пообщаться с таким Иисусом. Евреи знают Иисуса только через проповедь христиан. А христианского Иисуса невозможно принять благочестивому еврею, потому что он совсем не похож на благочестивого мессию Израиля. Это большая проблема. Так вот, даже не признающие такого, замечу, мессию евреи, при этом продолжают служить Богу Арамы Исаака Якова. История говорит о том, что огромное количество евреев отдавали жизнь, но отказывались отступать от веры в Господа Бога. История моего народа полна еврейскими мучениками, которые отдали жизнь для того, чтобы сохранить верность кому? Господу Богу. При этом, я замечу, большая часть этих мучеников замучена людьми, принадлежащими к христианской религии. Причем, большая часть этих мучеников стали мучениками в результате попытки этих людей обратить этих евреев в христианство. Например, просто для примера, группа еврейских юношей была загнана в реку и были пронесены христианами молитвы. И если бы эти юноши вышли из реки, то они бы считались крещенными, то есть перешедшими из иудаизма в христианство. Так вот, все эти юноши произнесли молитву Шма Израиля и утопились. Христианство с вот этим богословием, о котором я говорил на протяжении этих лекций, причинило неизмеримое количество горя моему народу. И ужас весь дополняется тем, что это делалось как бы во имя Иисуса Христа, во имя еврейского мессии. Добавлю, что христиане каким-то удивительным образом даже храм Божий считают местом поклонения сатане. Поскольку христиан на самом деле не интересует больше Израиль как народ Божий, то есть как бы Израиль уже выпал из Божьего плана, то на самом деле если евреи строят храм, то конечно с точки зрения такой христианской теологии, для чего евреи, отверженные Богом, могут строить храм? Да только для Антихриста, конечно, которого они несчастные ждут и примут. На самом деле текст вообще говорит о другом. Давайте я прочитаю. Это из послания Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стих. «День тот не придет, пока не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом и святыней, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Давайте обратим внимание, что на самом деле написано. Во-первых, Антихрист, его характеризует то, что он противится и превозносится превыше всего называемого Богом и святыней. А во-вторых, здесь написано, что храм, в котором он сядет, на самом деле Божий. То есть именно поэтому он там и сядет, в храме Божьем, что на самом деле противится всему, что можно назвать святыней. А храм, конечно, является святыней. Поэтому я хочу, чтобы вы задумались, люди, которые считают, что отверженные Богом евреи построят храм специально для Антихриста, не оказываются ли на самом деле теми людьми, которые превозносятся над святыней. Представление об Иисусе вот такое, о котором мы говорили, с еврейской точки зрения на самом деле делает невозможным считать такого Иисуса Мессией. Ни под каким углом вообще. Поскольку такой Иисус, отменяющий заповеди для евреев, законы и праздники, он, конечно, никакой не Мессия, а скорее наоборот, какой-то беззаконник, антихрист. Ну и как бы на самом деле, что происходит с текстами? Поскольку тексты обращены к народу Израиля, то читаются они христианами выборочно. Преимущественно берутся благословения, которые обращены к народу Израиля, и приписываются христианской церкви, а берутся предупреждения и проклятия, и наказания, которые содержатся в Ветхом Завете, и приписываются, конечно, народу Израиля. С большей частью текстов Ветхого Завета христиане вообще на самом деле не знают, что делать. Например, с Торой, за исключением некоторых текстов, понимаемых, как мы говорили, типологически или аллегорически, или образно. Христиане не знают, что делать с этими текстами, они утратили для них всякий смысл. Множество искаженных представлений существует, потому что христиане, несмотря на то, что формально от Ветхого Завета не отказались, тем не менее свое мировоззрение, все черпают в полном отрыве от Ветхозаветного текста. И нередко попытка показать в Торе истинный смысл натыкается на заявление христиан, а это все Ветхий Завет. Лично я с этим сталкивался множество раз. То есть, на самом деле, это же та же самая легкость, с которой относились к всему написанному и сказанному Богом отцы и церкви. Так что, так сказать, яблоки падают совсем недалеко от яблони. Бог говорит, но для христианина это Ветхий Завет, какие-то еврейские дела. Христиане очень любят цитировать текст из послания Галатам. Нет уже ни иудея, ни элен. По поводу этого текста у меня есть одна небольшая история. Мой ныне покойный же папа, да упокоит Бог душ его в Ганеден, он однажды попал на христианское радио, где журналистка задала ему в прямом эфире такой вопрос. Что вы, собственно, носитесь постоянно со своим еврейством? Ведь вот же написано ясно, в Галатам, во Христе Иисусе больше нет ни иудея, ни эллина. А что мой папа там же в прямом эфире, он поинтересовался у этой журналистки. Ну вот вы женщина, а там дальше написано, и нет ни мужского пола, ни женского. Может быть, вы больше не женщина. Ну вообще, честно сказать, больше папа моего на это радио не приглашали после этого. Но я хочу сказать, что вот такого прочтения библейских текстов, к сожалению, чрезвычайно много. Очевидно, что такое прочтение не может вообще считаться честным. На практике, во-первых, если следовать этому пониманию, то на самом деле не происходит слияния иудеев и эллинов. Иудеи-то, конечно, исчезают, а эллины-то, конечно, остаются. А также иудеи, которых эллины успешно переделали из иудеев в эллинов. Ничего другого при таком понимании не происходит. То есть, на самом деле, происходит просто то, о чем мы говорили раньше. Просто ассимиляция и уничтожение еврейского народа. На самом деле, очевидно, что этот текст говорит совершенно о другом. Милость Божья, она не разбирает, еврей человек или не еврей, женщина или мужчина, царь или раб. Милости Божьей в этом смысле все равно. Милости, она милость. Но это милость Божья. А в вопросе моего Богу послушания, это играет большую роль. В Священном Писании, в том числе и в текстах Нового Завета, в том числе и у того же апостола Павла, который написал «Во Христе Иисусе нет ни Удиви, ни Алина». На этот счет много написано, что благочестие раба не такое же, как благочестие господина. Благочестие ребенка не такое же, как благочестие родителей. Благочестие женщины отличается от благочестия мужа. И благочестие евреи, несомненно, отличается, с точки зрения Священных Писаний, от благочестия, которого Бог ожидает от неевреев, от народа. Вот и все. А Израиль никуда не исчез. Вот что пишет Павел. Римлянам, 11 глава, 1, 2, 28 стихи. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак не отверг Бог народа своего, который он знал наперед, в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо дары и призвания Божьи непреложны. Давайте чуть-чуть разберем этот текст. Во-первых, давайте разберемся с тем, как Павел понимает неверие народа Израиля. Оно сильно отличается от того понимания, которое укоренилось в христианстве благодаря усилиям отцов церкви. С точки зрения Шауля, с точки зрения Павла, то, что евреи не принимают благовестия, это Божий замысел для спасения неевреев. То есть, на самом деле, Бог что-то такое делает в мире, мы не будем сейчас в это вдаваться, а этому, правда, есть объяснение, благодаря чему и только этому народы неевреи получают возможность спасения. На самом деле, дальше говорится еще одно. То есть, на самом деле, мало того, что неевреи не верят ради того, чтобы неевреи спаслись, так еще и они остаются возлюбленными Божьими. А почему? Потому что дары и призвания Бога не меняются. Не меняются. Я хочу, чтобы эта фраза была очень хорошо понята. Если Бог отверг народ Израиля, которому обещал свою вечную верность, то и у христиан нет никакого шанса. Потому что, во-первых, христианам не евреям. Бог вообще, между нами говоря, ничего по большому счету не обещал. А во-вторых, христиане тоже грешат. И если Бог отверг народ за грех, которому он обещал свою вечную верность, то и, конечно, христиан отвергнет за их грехи. Далее. Шауль пишет, Римлянам 11 глава 25 стих. Ожесточение произошло в Израиле отчасти. То есть, с точки зрения Павла, в отличие от того, что пишут отцы церкви, не весь Израиль не верит, а только некоторые. Иными словами, сам Павел, например, был евреем, иудеем, никуда из иудаизма не уходил, верил в Иешуа, мессию надеялся на милость, которую Бог являет через него. Поэтому, на самом деле, говорить о полном отпадении Израиля не согласуется вообще ни с чем. У этого состояния есть смысл в Божьем плане. От их падения спасение язычникам. И далее Шауль пишет. Ибо если отвержение их примирения мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? То есть, у Шауля есть такая аргументация от простого, скажем так, к сложному. Он говорит, если когда даже Бог их заключил в неверие, чтобы вам спастись, то когда Он откроет для них веру, то тогда благословение обрушится еще большее на этот мир. Это логика Павла, автора фразы «Нет ни Иудеи, ни Эллина». Ну и есть проблемы с тем, что пишет Павел. Павел говорит, что Бог действует в языческом мире, в том числе и для того, чтобы возбудить ревность в народе Израиля. А вот с этим, как мне видится, есть некоторые проблемы. Пока христианство находится в таком состоянии, как мы говорили до этого, то евреям, мягко говоря, трудно, а попросту невозможно, по-человечески, по крайней мере, без какого-то особого сверхъестественного вмешательства, верить в то, что Иешуа Мессия. И церкви из народов явно нужно многое переосмыслить по отношению к евреям и Израилю, и к своему месту и наследию. Римлянам 11 глава 19 и 24 стих. «Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться?» Хорошо, если они отломились неверимо, ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Не гордись, но бойся. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой, по природе привился к хорошей, к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине». И возникает на самом деле вопрос. Разве есть в учении Павла хоть слово о том, что нет больше ни Иудея, ни Эллина? Разве есть у него в учении хоть слово о том, что весь Израиль отвержен и проклят, и что на самом деле теперь есть новая истинная вера, это христианство? Ни слово. Я хочу показать вам одно понимание притчи Иисуса. Это Матфея, 21 глава, 33 по 40 стих. «Выслушайте другую притчу. Был некий хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградую, выкопал в нем точило, построил башню, отдал его виноградарям и отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. И виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. И так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Я хорошо знаю, что для христиан эта притча о том, как плохо поступили евреи с Иисусом. А я вижу в этой притче Израиль и Церковь. Потому что Господь Бог в книге Исход, в 4 главе, 22 стихе говорит. Так говорит Господь, Израиль, сын мой, первенец мой. Итак, Господь Бог послал этот мир, своего первенца, сына своего, и Израиль, который был наследником всего. И народы, которые должны были работать в этом мире, увидели все обещания и все наследство, которое Бог обещал своему народу, сыну Израилю. И сказали, давайте убьем сына, и тогда все его наследство, все обетования, все станет наше. К сожалению, мы видим, что исторически церковь из народов, нееврейское христианство, повело себя именно так, как эти виноградари, по отношению к Израилю. Что же я хотел бы сказать в заключении всех наших этих занятий. Я хочу, чтобы вы помнили всегда, Иисус и его ученики, и вся раннееврейская община родились, жили, уверовали в Мессию Иешуа, служили Господу Богу и умерли евреями, иудеями, никогда не переходили в христианство, никогда к нему не принадлежали. Поэтому христианам стоит переосмыслить свое отношение к Израилю, к его избранию, к Торе, к заповедям, которые Господь Бог дал, к еврейской традиции, ко всему нашему наследию. И, собственно, к той вере, в которой находился сам Мессия Иешуа и все его еврейские ученики. Спасибо за внимание. На этом мы заканчиваем эти наши занятия. Надеюсь, я искренне надеюсь, что они будут каким-то добрым плодом. Всего доброго. Подписывайтесь на нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv